Небольшое предисловие. Недавно Абрамович, у него была самая большая яхта в мире. Теперь арабский шейх некий обогнал его, теперь у него самая большая яхта в мире. Теперь представьте себе, некий русский олигарх, неизвестный русский олигарх, пришел заказывать себе яхту на английскую верфь под ваши аплодисменты, конечно же. Так, ну значит ты тут яхты клеишь, да? Добрый день. Да-да, здорово-здорово-здорово. Вставай, вставай. Так, смотри. Вам нужна яхта. Да-да, смотри, мне не просто яхта, мне нужна самая лучшая яхта. Самая большая яхта вообще, которая может быть, понимаешь? Чтобы я вот, когда подплывал, всем было понятно, кто приплыл, че приплыл. Так, хорошо, давайте детальнее, если можно. Какого размера яхта? Размер, в метрах, если можно. Размер? Да. Слушай, ну мне сложно сказать размер. Знаешь, какой размер сделать? Смотри, короче, у меня есть жена и две любовницы. Так. Надо так, чтобы они там все время были и ни разу не встретились. Я понял. Хорошо, давайте по отделке. Я предлагаю, чтобы на яхте было одно красное дерево. Слушай, подожди, че, денег нет, что ли? Давай много красных деревьев. Хорошо, много красных деревьев. Много красных. Хорошо. Двигатели. Есть бензиновые, дизельные. Бензиновые мощнее, дизельные экономичнее. Да ладно, ты за экономичность не переживай. Ставь бензиновые. Если жизнь прижмет, я газовый баллон поставлю. Давай. Хорошо. Так, подожди, подожди. Ладно, сейчас давай, давай. Мои предложения немножко поважнее твоих. Так. Да смотри, мне надо, чтобы на носу, чтобы вы сделали шесть. Нет, давай восемь. Восемь. Давай восемь торпедных отсеков. За... За... Охотиться буду. Да. На рыбнадзор. Понятно, что-то еще? Да, смотри, вот над этими отсеками хочу, чтобы баба вот так вот стояла. А, это греческая, римская... Не, нет, зачем, давай нашу. Какой-нибудь мисс России. Давай не позднее одиннадцатого года. Хорошо. И обязательно, знаешь, сделай мне торговый центр, чтобы был. На яхте? Да, такой, знаешь, двух, трех, или лучше четырех. Четырех. Три, четыре, сколько будет? Семь. Семь. Семиэтажный торговый центр, чтобы эта баба побежала, скупилась, и уже с сумками стоит такая. Хорошо, торговый центр на яхте. Так, смотри, напротив торгового центра построил РУВД. Зачем на яхте РУВД? Ну, знаешь, свои менты везде нужны. Хорошо, ладно, РУВД. РУВД, да? Сделай мне, знаешь что? О, чуть не забыл. Обязательно мне сделай стеклянное дно. На всей яхте? На всей стеклянное дно. Зачем? Понимаешь, мне уже все люди на земле завидуют. Я хочу, чтобы рыбы завидовали тоже. Хорошо, дно. Так, понятно. Но не обязательно, вот как в кино, сделай мне кнопку самоуничтожения. Ну такой, как он, разбил стекло, нажал, и начал, э-э-э-э, до взрыва осталось 30 секунд, э-э-э-э. Что, серьезно, чтобы взорвалось прямо? Нет, ты что, с ума сошел? Конечно нет. Конечно, просто понапрещать теща, те сетеросники, они без этой кнопки хрен свалят своей посудой, понимаешь? Я понял, хорошо, давайте делаем во всем лучше, чем у арабского шейха. Да, все надо, что у них там, а ну расскажи, сейчас лучше будем. Ну вот у шейха, у него отделку делал один итальянский художник, он, кстати, потом умер, и причем это повысило ценность отделки в итоге, да. А, так в этом ценность? Ну да. Слушай, давай, заказывай итальянца, пусть начинает рисовать, а ценность я организую. Хорошо, ладно. Что еще было? Поле для гольфа мы сделали ему, ну, шейху. Это шейхи, ты мне сделай поле пшеницы. Пшеничное поле? Да, такое бескрайное, что выйдешь ночью так, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И я как в молодости пенджик скинул, съел, лупанул с горла водяры и в комбайн. Молочу, молочу, пот, муки, комары, я лупашу, водяру жму. И так знаешь, где-то под утро уже, когда загул комбайн, я вышел такой, закурил, смотрю, и так знаешь, так вдалеке туман рассеивается, такая дымка, так лес стало видно, а там уже Ростов. Ростов? Ростов. Хорошо, так, вернемся к шейху. Бассейн делать? Бассейн? Да. Это бычество. Бычество? Ты мне давай сделай, чтобы на яхте была река. Возле поля? Не-не, давай вместо Ростова река. Широкая. Широкая, и чтобы по этой реке еще одна яхта, ну поменьше. Зачем? Смотри, в какой-то момент пьянка, бухач, я влетаю, говорю, о, о, тихо, тихо, говорю, тихо, тихо, тихо. Я говорю, мужики, айда на яхте, по яхте кататься! Хорошо, я запишу. Все, давай, давай, подбивай, че там в заказе. Ну, хорошо, давайте повторим заказ тогда, хорошо? Значит, торпеды, мисс Россия, поле, комбайн, река, торговый центр, РОВД. Все? Ты знаешь, как-то стандартно, изюминки не хватает, изюминки. Я вот знаешь, что думаю еще сделать? Вот прикинь, так, стоим мы с мужиками, опять же там, покатались на яхте, комбайн, все. Стоим с коньячками и разговариваем. Тут что-то так, бух, с боку, стекла вылетает, пыль, огонь, вы черные, бух. Поворачиваемся, тут космодром, ракета. Или это я уже загоняюсь, да? Ты меня притормаживаешь, потому что я такой штемп, меня надо притормаживать. Давайте без космодрома, хорошо? Давай без космодрома. Сроки, давайте сроки, это важно. Сроки, да, вот, когда вы сделаете? Ну, сейчас проект, утверждение проекта, разработка, начнем потом спуск, ну, 4 года. 4 года, надо завтра. Надо завтра, и не спорь, и обязательно завтра, чтобы она была в Геленджике. Как завтра в Геленджике? Там просто день рождения у одного человека. Ну, как у человека, у Светки? Не понял, я не понимаю. Смотри, смотри, и обязательно, вот, специально для Светки, напишите на борту, вот так, как можно, самыми большими буквами, я был неправ. Я не понимаю. Ну, смотри, все, Геленджик, все корабли нафиг убрали, чистое море. Вот так вот, амфитеатром гости, вот так вот, прям к морю, все, там мраморная белая сцена. Я выхожу весь в белом, микрофон стоит, я подхожу. Привет! Говорю, добрый вечер всем, всем привет. Светик, ну, во-первых, уважение. Во-вторых, любовь. А в-третьих, помнишь, я когда-то сказал, что больше, чем твоя жопа, ничего в этом мире нет. И дальше, я вам тихонько, следи за мной, это важно, и тихонько, я руку пускаю, и даю вот такой сигнал. Вот такой, очень тихо. И начинает выплывать вот эта фигня. Я был неправ. Мы не успеем. Успеем, Влад, все, давай так, я перенесу с пяти вечера на девять. Ну, вы приедете, без пятнадцати, сделаем еще одну репетицию. Хорошо? Все, давай, до завтра, все, начинай клеить, давай, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok